МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Депутаты Госдумы хотят запретить продавать алкоголь в небольших барах и кафе, расположенных в жилых домах или рядом с ними. Правительство идею поддержали. Отличается, что благодаря данным нововведениям по всей стране могут закрыть более 10 тысяч заведений, продающих в том числе пиво. Авторы инициативы объясняют поправки негативным отношением жильцов к барам и кафе в зонах жилой застройки. Заведения становятся причиной нарушения порядка во дворах и детских площадках. С 1 октября заработная плата россиян увеличится на 4,3%. Соответствующий документ был подписан председателем правительства России еще весной этого года. Речь идет о работниках федеральных, бюджетных и казенных учреждений. Также под повышение зарплаты попали сотрудники воинских частей. Дагестан – лидер рейтинга с самыми низкими расходами на ЖКХ. Согласно исследованию РИА-рейтинга, в 2018 году меньше всего за коммунальные услуги в стране платили жители нашей республики. Чуть больше 2 тысяч рублей в месяц – это меньше 5% своего бюджета. В числе таких регионов лидеров также Ингушетия, Хакасия и Татарстан. Больше всего на коммуналку уходят жители Камчатки, Магаданской области и Ямала-Ненецкого округа. При этом на сегодняшний день долги россиян за ЖКХ достигли более 500 миллиардов рублей. Муфтий Дагестана награжден почетным знаком Министерства по национальной политике и делам религии республики. Коллектив ведомства, представитель народного собрания и глава иудейских общин посетили Дом Шейха. Они отметили огромную роль духовенства в деле сохранения мира и стабильности в регионе. Я вот полгода министром по национальной политике и делам религии. И настолько легко организовать все эти мероприятия, касающиеся религиозного, любого направления. С вами получается ввести политику и национальную, и межконфессиональную сохранение мира и согласия очень удобно, за что вам огромное спасибо. 99-й год, наверное, особое значение имеет в истории Дагестана, в истории России. И никогда нельзя забывать вклад в те процессы, которые были 20 лет назад, когда вы призывали людей и как раз пошли именно к тому направлению, по которому призывали как раз этот наш муфтий, Ахмад Ажи, вот все имамы, которые призывали, которые работали вместе с вами. Поэтому огромное значение, огромный рост вот в той ситуации собирал как раз наш муфтият в обновлении с вами. Тогда даже одно слово, один шаг был таким решающим моментом. Да, это было трудно. И, конечно, было тяжело, но я думаю, это не моя заслуга, священный. Русский драмат театр, кто за вами? Показал свое отношение, я думаю, к народу России, в частности к народу Дагестана. За это, я думаю, мне, как муфтию, дал мысль вот так действовать и имамам дал мысль следу. В завершение встречи гости вручили муфтию памятные подарки и почетный знак за укрепление межнационального мира и согласия. Телеканал «Наше национальное телевидение» начинает новый сезон. В кинотеатре «Мерката» в Махачкале состоялась официальная презентация. Новые проекты и новые лица совсем скоро появятся на ваших экранах. Познавательные передачи рассчитаны на широкую аудиторию. Все подробности у Хамзы Нурмагомедова. Аудитория более миллиона человек. Такие цифры на презентации озвучил директор телеканала Сутан Трамов. Главная особенность – контент, по его словам, соблюдение четких правил менталитета и духовности дагестанского общества. Мы показываем исключительно нравственные, полезные, образовательные проекты. Если они развлекательные, то обязательно для всей семьи. В этом сезоне зрители увидят более десяти новых проектов. Передача о путешествии, кулинарии, спорте, развлекательные шоу, викторины, интерактивные игры. Журналист Шамиль Махаев представляет авторскую передачу «Ящик страха». В новом сезоне у меня выходит новый проект, называется «Ящик страха», куда мы приглашаем известных людей и раскрываем их с неизвестной стороны. Живые эмоции, так сказать. На презентацию пришли почетные гости из Москвы, инвесторы и представители коммерческих организаций. Одни уже плотно сотрудничают с телекомпанией, другие только планируют. Я вообще была бы счастлива увидеть такой канал среди федеральных каналов. Я, безусловно, вернувшись в Москву, расскажу о этом замечательном канале уже в Москве, в штаб-квартире LG в России и в странах СНГ. Много где можно разместить рекламу, но не везде ты можешь разместить рекламу и смотреть что-либо, чтобы тебе было не стыдно, чтобы тебе было приятно, что это хороший контент, правильный, без пошлости, без того, что, скажем так, к нам, дагестанцам, не близко. Поэтому именно телеканал ННТ, и что касается сегодняшней презентации, вижу, как с каждым годом уровень телеканала ННТ растет просто в геометрической прогрессии. Мы решили с каналом ННТ создать проект «Супершеф дети», который развивает творческие способности у детей и помогает развитию гастрономического туризма в нашем родном краю. Телеканал ННТ работает пятый год. За это время, по статистике НАТ, он занял второе место среди региональных каналов по количеству подписчиков. Видеоматериалы выходят по кабельному и аналоговому ТВ. Зрители могут следить за новостями и передачами через приложение на телефоне, а также в социальных сетях. Хамза Нурмагомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Благотворительную акцию для детей-сирот и детей-инвалидов провели в Махачкале. Мероприятие организовано в рамках общественного проекта «Большая встреча». Программа праздника состояла из двух частей. В первой маленьких гостей ждало очень увлекательное шоу аниматоров с музыкой, танцами и конкурсами. Во второй части дети смогли пообщаться с именитыми дагестанскими спортсменами, защитниками Родины и молодежными лидерами республики. Международная конференция «Фазовые переходы. Критические и нелинейные явления в конденсированных средах» стартовала в Институте физики ДФИСРАН. Семь секций включают доклады, где обсуждаются как результаты теоретических и экспериментальных исследований, так и компьютерного моделирования. Всего отобрано 168 докладов. В мероприятиях участвуют исследователи из Москвы, других городов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Она проводится в Махачкале с 1984 года. Это одна из самых крупных конференций по проблеме физики фазовых переходов, проводимых на территории Российской Федерации. Конференция будет работать три дня в Махачкале. К нам приехало около 70 человек. Есть гости из ближнего зарубежья и из дальнего зарубежья. Дальние зарубежья представлены специалистами из Южной Кореи. Мы только что прослушали доклад специалистов из Южной Кореи. На конференции будут обсуждаться практически все аспекты проблем, связанных с физико-фазовыми переходами критических явлений. Без конференции наука не может развиваться. Люди должны не только читать статьи, но и ездить на конференции, знакомиться, лично общаться. Это форма. Поэтому это очень много чего дает участникам этой конференции. Именно на этих конференциях постанавливаются и творческие контакты, и люди знакомятся с последними достижениями. Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов сдержал слово. Стало известно о том, что он пожертвовал 100 тысяч долларов благотворительному фонду Дастина Парье. Напомним, после боя с Дастином Нурмагомедов обменялся соперником футболками и сообщил, что собирается выставить ее на аукцион, а врученные деньги направить в фонд Парье. По словам Дастина Парье это крупнейшее пожертвование, которое когда-либо поступало в фонд. К примеру, Нурмагомедова последовал президент UFC Дана Уайт, который перевел аналогичную сумму фонд. Десятый по счету всероссийский турнир по комплексному единоборству среди сотрудников силовых структур прошел Каспийске. Соревнования посвящены командующему восками СКВО генерал-полковнику Геннадию Трошеву. В течение трех дней более 100 спортсменов, сотрудников правоохранительных органов боролись за победу в пяти весовых категориях. Отметим, что Геннадий Трошин 20 лет назад руководил операцией по освобождению Дагестана от незаконных вооруженных банформирований. За успешное проведение этой операции ему присвоено звание Героя России. Даже спустя много лет в Дагестане его помнят, ценят и уважают. Вот эти мероприятия, которые в честь нашего генерала будут протребляться не дальше. Не дайте вычти, что никогда больше никто из подрастающихся проблем не видел этих ужасов войны. По итогам турнира команда Севрокавказского округа Росгвардии стала победителем. В личном зачете Росгвардейцы завоевали три золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. В общем зачете команда заняла первое место и получила переходящий кубок турнира. В одной минуте от победы боевой ничьей завершился матч девятого тура первенства России во втором футбольном дивизионе. В Каспийске на резервном поле Анджи-Арены Махачкала принимала у себя новороссийский Черноморец. Хозяева завладели инициативой с первых секунд. Уже к середине тайма подопечные Руслана Агаларова сумели дважды реализовать свое игровое преимущество. Сначала на седьмой минуте отличился форвард Тагир Мусалов, затем выход на рандеву с вратарем реализовал Карим Гераев. Попытки гостей сразу преломить ход матча не увенчались успехом, однако во второй половине клуба из Новороссийска все-таки нашел ключи к обороне горожан. Артур Ахмеджанов сократил отставание, а уже в добавленное время Александр Шабичев лишил махачкалинцев трех очков. По итогам тура дагестанская команда располагается на седьмой строчке в турнирной таблице. Это были все новости к этому часу. Еще больше новостей вы можете отслеживать в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин